ребят всем привет вечере в нашей деревне вот я вспомнил способ проверки настоящий мед или нет вообще он сделан пчелами или там просто сахар намешан и давно хотел проверить но забыл про него такой очень интересный способ вот и сейчас я решил проверить работает этот способ или нет смотрите значит что нам понадобится собственно сам мед жидкий который мы обычно вода и покупаете вы где-то на рынке кому знакомых так далее вот он и жидкий мед недавно выключенный я знаю что он настоящий но проверим способ настоящий ли у нас мед так вот соты то не знают вот так вот челки строят вот такие языки вот оттянули они с метком у нас это мы для себя взяли кушаем так это нам понадобится чтобы сравнить сравните с этими сотами наш эксперимент понадобится такая вот тарелочка и водичка желательно холодная способ достаточно простой значит берем черпаем немножко метку и в центр нашей тарелочки под небольшой ход капельку хватит чтобы она сильно не растеклась по центру дальше берем водичку и наливаем вот так вот с краешку чтоб капельку закрыла так и теперь начинаем круговыми движениями вот я буду так вот по часовой стрелке ну и способ якобы основан на том что мед якобы тоже якобы обладает некой генетической памятью то есть он помнит что он был залит в соты и соответственно вот этим способом у нас должна прорисоваться вот эта такая шестигранная решетка как у сот пчелиных таким образом мы узнаем что мед был выкачан именно из сот ну что посмотрим уже ну что пошли какие-то полоски давайте попробуем поактивнее поработать вот так вот так 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 давай давай что там что-то уже появляется еще что и правда что-то похожее на соту уже есть действительно смотрите решетка смотрите правда это да вот это да причем тем чем я вот сильнее вращаю вот смотрите тем более явно она проявляется вот это да вот так вот мед то наш натуральный оказывается ну-ка ну-ка смотрите вот она решетка видите как соты и сюда сравним вот они соты и вот они соты вот это да так но я мелькнул интересная мысль и я решил вот он даже так видно да я решил эксперимент на этом не заканчивать а кое-что еще проверить сейчас я тарелочку эту сполосну и мы продолжим так тарелочку я сполоснул и решил я взять шампунь 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 не будем рекламировать поэтому так вот я его налью обычный шампунь для волос и нальем также капельку вот сюда по центру такой же величины примерно все достаточно так нальем также мы сюда водички и начнем такими выдвижениями сбалтывать ну шампунь же у нас ними не пчелы делают правильно соответственно у нас не должно быть никакой решетки какая-то муха нам еще попала тут ну ладно болтайся вместе с нами так муху все-таки убрать лучше потому что она нам портит картину ну и что мы видим посмотрите мы видим то что тоже начинает вырисовываться 100 плохо видно потому что прозрачный шампунь такой не как мед вот когда я смотрите кручу вот видно вот они соты начинает вот видите потому что шампунь немножко более жидкий сейчас возьму что-нибудь еще погуще смотрите вот они вот они соты эти вот они вот они соты да немножко другого ну вот они соты немножко другого как бы рисунка что ли такие же потому что разная плотность вот они соты ну какое было то делаем что шампунь у нас сделали тоже пчелы ну в общем ребята то что вы сейчас видели это называться ячейки бинара по-научному вот о них еще узнали в начале двадцатого века вот и это не является каким-то значит открытием вот они появляются эти ячейки у всех жидкостей которые имеют высокую вязкость очень хорошо получается именно на меде это потому что мед имеет очень высокую вязкость такую поверхностную возникает такое поверхностное натяжение вот можете брать там не знаю шампунь можете сделать сахарный сироп без капли меда погуще сделайте у вас будет идеальная просто вот эта решетка напоминающая соты вот поэтому не ну красиво красивая и согласен это все красиво очень выглядит особенно на меде вот ну решайте сами решайте сами верить в это можно принципе продолжать верить вот но лучше сделать все таки конечно есть еще какие-то способы такие там не будет сейчас не говорить вот как проверить качество меда не только его натуральность но и качество да сам конечно лучше это в лаборатории сделать на химанализ отправить ну конечно если берете там знаю баночку две там для себя и конечно не будете каждую баночку проверять там вот есть другие способы о них потом поговорю более подробно сейчас вот именно об этом хотел затронуть так что решайте сами нет но выглядит красиво я согласен решетка это все так на меде красивенько желтенько как соты действительно так что вера такое дело ладно всем пока удачи до новых встреч увидимся